Нравится, не нравится, а базы появляются. Финляндия и США готовят двухстороннее соглашение в области обороны. Соглашение предусматривает размещение американских военных баз на территории Финляндии. Подобного рода соглашение, которое было заключено между Финляндией и США, я бы даже сказал так, это пощечина России. И даже больше. Очередная пощечина России и, конечно же, лично Путину. Почему очередная? Потому что чуть ли не главной скрепой бункерного было недопущение расширения НАТО. Но стоило Финляндии и Швеции в 2022 году объявить о своих намерениях, Путин тут же публично переобулся. Что касается Швеции и Финляндии, у нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет ни территориальных вопросов, ни споров. У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Ну, хочется им, пожалуйста. Вот только сегодня речь идет не о вступлении в НАТО, а о потенциальном размещении тысяч американских военных в 150 километрах от Санкт-Петербурга. Теперь получается, что базы будут. Американцы к таким вопросам относятся очень серьезно. Понятно, что мы какое-то время уже увидим перебрасывание туда техники, перебрасывание непосредственно военного контингента. И это может быть достаточно большой контингент, который явно будет способен выполнять не только тактические, но и стратегические задачи, которые на него будут возложены. Что интересно, подобные двухсторонние договоренности отнюдь не обязательны. И столь страшные для России американские военные базы размещаются далеко не во всех странах-членах Альянса. Финляндия размещает на своей территории американские войска как гарант безопасности того, что Российская Федерация даже в ее нынешнем состоянии ослабленном, это следует признать, но тем не менее не сможет проводить, например, против финских территорий гибридных операций. Само собой, никакой военной агрессии со стороны США и Финляндии не состоится. Размещение баз – лишь решение вопроса безопасного проживания с агрессивным соседом. Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Но вот ведь проблема. Российское руководство на пару с пропагандистами годами вливало в головы россиян тезис об агрессивном НАТО и количестве минут подлета ракеты к Москве и Питеру. И теперь кремлевским пропагандистам необходимо искать формулировки и оправдания для агрессивного и запуганного населения РФ. Финляндия стала членом НАТО, что думаете? Недолго им осталось, значит. Что хотели, то и получили. Отвратительно. Ну что ж хорошего? Я вообще категорически против НАТО. Пытаясь гладить углы, российская пропаганда будет всячески избегать темы американских военных баз у границ России. Возможно, Соловьев на пару с Киселевым пару раз пригрозят ядерным ударом. Но в общем и целом тема будет табуирована. Никакой конкретики, никаких комментариев касательно вот этого в ближайшее время в российской пропаганде не будет. Потому что у них нет просто готового ответа. И такого ответа, который бы понравился большинству россиян. И тем более понравился тем, которые относятся к маргинальным достаточно слоям населения, но их немало. И которые вот категорически против НАТО. Их вот эта вся патриотическая риторика, патриотический угар очень радует. И они как бы его поддерживают. У Гибельс ТВ попросту нет выбора. Отныне любой разговор о размещении американских баз – напоминание и доказательство ничтожности Путина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok